всем привет мои дорогие подписчики на связи вальдемар наверняка вы задавались себе вопросами что делать если задолбал коллектор что делать если спал пристав списывает половину зарплаты а на жизнь остается сущей крохи предлагаю воспользоваться вам услугами моих друзей моих хороших знакомых федеральной юридической компании не быть должником эти ребята 13 лет избавляют людей долгового рабства и списали более чем полмиллиарда долгов почти у трех с половиной тысяч человек и это только начало вторая процедура в россии после введения данного закона была проведена юристами этой компании ребята берутся за тяжелые случаи нужно списать долги оставив имущество нужно списать долги оставив автомобиль или если у вас есть ипотека именно для вас под ваш случай ребята подберут нужное решение под видео внизу есть все контакты чтобы оставить свои координаты описав свою ситуацию свою ситуацию ваше видение все что имеется данный момент и получить непосредственно подходящий для вас решение по промокоду я от вальдемара вы получите дополнительную скидку в 5000 рублей спешите спешите связываться спешите записываться и делать все чтобы не быть должником а сейчас погнали смотреть видео простойте да это компания эмбай финансы специалист макарда гелерна александр миров договор записывается сергей эдуардович это вы я с вами говорю я да хорошо залить вами на тему вашего обязательства перед мгк берегиру договор 24 июня текущего года и что у вас задолженность сейчас образовалась 67 евро срочков сумма к оплате 24 081 рубль по требованию федитора вам необходимо внести платеж сегодня также через личный кабинет оплата поступает от вас нет по какой причине без причины не поступают а почему вы сейчас решили что имеете а без при юридическое право именно без причины не оплачивать без причины же можно вы ошибаетесь на основании какой статьи гражданского кодекса вы сейчас нарушаете условия договора займа и 67 дни вносите платежек обязательства на основании какой-то сергей глацович вы не у соседа заняли кредитка и его название какой-то статьи я я не возвращаю долг а вы обратили финансовое учреждение я не знал бы определенное кредитное обязательство согласно 37 39 сетям гражданского кодекса вы были обязаны я нашим образом и обязательства исполнять износить платежи в сроки и в размере установленным кредитором поэтому не нужно сейчас задавать изначально тон нашего основного разговора т.к. эдуардович если какие-то сложности возникли рассматривайте дополнительные источники да хорошо вы учитываете что у вас не столько сейчас начисляется ежедневно согласно 37 30 гражданского кодекса чем больше времени вы на это тратите тем дороже для вас выйдет итоговая оплата подумайте об этом а вопрос оплаты это вопрос времени рано или поздно можно мне перейти сразу к поздно их и рано уже было вот поздно перейдите пожалуйста будьте любезны у вас есть время сегодня-завтра для внесения платежа завтра последний день после завтра нет времени возможно будут приниматься дополнительные меры для взыскания предусмотренными меры дополнительные сразу для взыскания будь любезна давай как-то ускорить требования по договору цессии с возможным дальнейшим обращением в суд принесением уже судебного приказа согласна отлично ускорь пожалуйста поэтому кредитор пока вас ожидает у вас есть возможность в рамках договора вопрос закрыть вы работаете сейчас я сейчас отдыхаю не работаете не отдыхаю сейчас пятница ты что официально трудоустроена я не знаю не помню я в запое уже неделю сергей эдуардович достаточно игнорировать требования кредитора достаточно да ну хорошо я игнорирую ладно раз достаточно вы сейчас с твоей стороны что делаете для того чтобы у вас появились средства для погаса в данный момент отдыхает оплата от вас нет он не поступает отдыхать вы будете после погасения долга а сейчас находите подработку перезанимайтесь ты потерял где-то подработку помните переакцитоваться вариантов масса нужно какие-то действия предпринимать а за все время нашего с вами разговора вы сейчас даже заинтересованности не проявили в решении данного вопроса я проявил проживаете по прежнему адресу город калининг-за согласия 19-16 адрес верный верный возможно может и нет дополнительный номер для связи предоставьте 0 2 слушаю ты кто сергей эдуардович здравствуйте слушаю тебя солнышко что ты хотел это компания займига отдел взыскания ой как давно у вас не хочет вообще работать не хотите кошмар какой-то сергей эдуардович по поводу задолженности звание 26 тысяч девятьсот тридцать семь рублей долг уже перед компанией на каком основании деньги не возвращается я вам вопрос задала на каком основании деньги возвращается что еще раз вы сказали я ни с кем не служу два раза обеденную параллель не надо со мной я сперпендикуляр с тобой говорю круговик параллель не разговаривать я сперпендикуляр говорю сперпендикуляр не беспокойся у вас 47 мне не оплата на каком основании деньги ты завидуешь да ну не завидую это грех завидовать сергей эдуардович требования компании до 17.00 сегодня оплату я стою требования задницу застовываю всего тебе хорошего критерии мне конструктивного диалога сообщи пожалуйста я тогда буду знать готов я разговаривать в рамках телефонных переговоров нетерпения между тебя до одевай кожаную халатик бери кожаную плетку и подъезжай уточните герцена 3670 проживаете тот же который у тебя есть там и подъезжай туда работаете где на работе работникам название компании сообщите ооо организация дочерняя компания ооо компания не хотите не хотите говорить я тебе говорю ты что ты же не слышишь да у тебя проблемы с ушами да ну бывало сколько дом будите во сколько дом будет с нетерпением дома двери на распаску жду тебя с нетерпением одевай кожаный костюм и подъезжай с крючкой послушайте мне внимательно до 17.00 я оплату не увижу я с нетерпением жду тебя у меня двери на распаску сюда не пизди подняла жопу и приехала будь здорово слушаю это кто компания ооо мисфэн меня зовут исочи виктория анатольевна это связи с телефонного разговора звонок поступает в интересах компании ооо микрофинансовая компания аэзеннинга мария николаевна чем вам приходится а вы здесь причем этот номер телефона был оставлен как контактный для связи с николаевны скажите пожалуйста знаете этого человека очень может быть вы знакомы с марией николаевны я с ней знакомы или нет как это можно понимать может понимать как хочешь будьте добры обращайтесь пожалуйста на вы этого первых авторах отказываю тебе свои просьбы знакомы если вы знакомы с этим человеком то а если знакомы то в таком случаеLE вам стоит ответить на несколько вопросов скажите на несколько вопросов у меня стоит 3000 рубля и отправляем телефон еще расскажите пожалуйста номер телефонаLE зарегистрирована он на часть этого оператора Как такое может быть? Это когда сотовым операторам выделяется нумерация по 353-му федеральному закону. Скажите, пожалуйста, вы давно получаете звонки на этот номер телефона? Так они радуют меня, веселят. Вы не готовы выходить на какой-то конструктивный диалог? Я не знаю, мне нравится выходить. Как только ты мне объяснишь, что такое конструктивный диалог, я, может быть, на него выйду. Критерии, будь любезна. В таком случае я вынуждена освободить, а не ожидайте полежать. Все, можешь мир освободить. Здравствуйте, Дмитрий Эдуардович. Здравствуйте, неизвестная женщина. Меня зовут Бибишева Елена Эсхаковна. Разговор записывается ОКФ. Звоню по поручению ОМК Каверитес. Ваши заложности. 39 661 рубль 53 копейки. Припед состояние на 29 сентября 2023 года по договору 659-17-01006 от 21 августа 2023 года. Под брендом есть заем. Банк выдвинул требование оплатить данную за должность в течение 72 часов. Выдвинул. Оплата поступает от вас зубровой на порядке? А куда он выдвинул? Что? Куда выдвинул требование-то? Сергей Эдуардович, оплачивать будете? Нет, я тогда в ней не видел. Сергей Эдуардович, вам нужны были деньги, обратились в компанию. Вам предоставили микрозайм. Вам предоставили микрозайм. На данный момент вы не законом держите деньги компании. Я законом держу. У вас нарушение договора в одностороннем порядке. У вас актуальная просрочка по 30-4 дня. Это нарушение договора в односторонном порядке. Статья 310 Гражданского кодекса Радистской Федерации о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств. Вот вы так разговариваете, а ведь вам уже начислили проценты просрочные тысячи тысячи рублей и штраф на основной долг 8461 рубль. 9600 вам начислили. Ну и что? Ну не сугубляйте свое положение. А я очень люблю, сугублять свое положение. Серьезное для вас. Сергей Эдуардович, вы знаете, какие меры вправе предпринять кредиторы, если вы не решите вопрос про просрочные задолженности? Ну-ка, удиви меня. Увеличивается сумма задолженности. А меры какие? Ну увеличивается, и бог с ней. Ухудшается кредитная история, проблемы с кредитованием для родных, проблемы с трудоустройством, так как работодатели стали чаще запрашивать кредитную историю сотрудников. А еще страшные контакты есть? Выездные группы по месту регистрации. Вот все, ждем с нетерпением. Выездные группы по месту регистрации. Все, мы с нетерпением. Деньги отдам в выездной группе. Возможно судебный разбиратель. Все, отлично. Все, беру. Дополнительно и с ними буду дополнительно рад. Алло, здравствуйте. Компания «Водбанки» радио. Вы судебное урегулирование. Зовут не обрегулировать. Яна Эксимарина. Алло. Слушаю вас кто? Мария Николаевна. Конечно. А Блюк Ван и Николаевна, вам знакомы? Очень хорошо знакомы. Кем вы ей приходитесь? Тебя это не касается. Мы на то не приходили с вами. Мы никуда с тобой не переходили. Яна Эксимарина. Даже не собираетесь этого делать. Для решения вопросов вы собираетесь? Нет, конечно. Какие-то тут рабочие? У тебя все? Здравствуйте. Меня зовут Ольг. Здравствуйте. Меня зовут Ольг. Я представляю Почтабанк. Анна Максимовна, могу слышать? Анна Максимовна с Серегой Гармашем встречается. На диване сидят на огромном. Которые едут на машине там. Вы можете ее позвать или нет? Нет, она с Гармашем встречается. Он водку пьет под кустом, сидит на диване. Ну, кем вы ей приходите? У тебя же нет полномочий. Я прохожу к пресс-секретарем Гармаша, Сергей. Серьезно не будем разговаривать, да? Так мне водки не досталось. Как я могу серьезно поговорить? Если Гармаш с Анной Максимовной все выпили. Вы знаете Анну Максимовну-то? Конечно, он с Сергеем Гармашем водку пьет, я же говорю. Глухенькая или тупенькая? Не помню. Вы можете ей передать, что звонили? Нет, она у Гармова уже осталась и лицом лежит вместе с Серегой. А Сереге в отрезвителю надо сейчас ввести его. Вызывайте в отрезвителю приказы. Вы ей кем приходите? Я ей прихожусь с похмелятором. Что ты позвонил? Куда ж ты? В охмеляторы пришли. Всего доброго. До свидания. Куда ж ты убираешься? Присылай похмелятора по адресу регистрации Анны Максимовны. Быстренько. А то Гармашу плохо будет. Ало, куда баба делся? Я не знаю, с кем мы там до этого разговаривали. Не знаю, может баба сказал, алло, и ты появился. А возможно, с ответчиком просто не... А он, может, он что-то хотел, ты кто? Хотя, представь, у нас с компанией WebZems она поступает, МК Академическая, Кудрянри Андреевич. Выказавитель, алкоголическая, я понял, да, хорошо. Сергей Петрович, это вы верно? Я, он со мной, да, слушаю. А то что недолго звоним, 57-й день находится на просрочках. Не долго звонить, а это как? Что? Что, хочу, говорю, вкусный был. А я, Сергей Петрович, вы посмотрите на самого вашего долга. А зачем на них переподчивать? На мнении компании более чем 23 тысячи. Соответственно, чем дольше вы ждете, тем больше у вас будет переподчать. Вот, прекрасно, возможно, я еще подожду, чтобы сумма была. Нет, я понимаю, что... Нет, я понимаю, что вас не интересует, Сергей Петрович, что вам отдать на это. Но вам в любом случае это нужно будет сделать. Нужно это серьезно сделать в рамках 309-й статьи гражданского кодекса. Отлично. Отказаться от этого необязательства или избиниться до того, что вы не имеете права. Какое наказание меня ждет? Меня плетками будут бить на главной площади гордо? Хочу вот на главной площади плетками, чтобы меня избили. Защитная реакция такая. А вообще, я тебя защищаю, да, ты такой страшный. От меня защищается? Я не знаю, что... От тебя, да, ты же страшный. Он зеркало, смотрю в зеркало, аж зеркало трясется, прям падает от страха. Какой ты страшный. Так это, наверное, телефон перед вами. А, это телефон перед вами? Да, Сергей Петрович, хватит ввести это бесследственно на налог. Но я не знаю, что это такое зло, зачем все было. Ваши документы второго идут в отдел по работе. Все, отлично. Давай, прямо сейчас передавай документы в отдел по работе за должность. Ага. Далее. Договоры уже могут продать в социальной коллекторской агентстве, либо заем... Продает твоя мама картошку на рынке, а договоры переуступают на его требованиях. Я же считаю, что Сергей Петрович, вы вроде 52-го года рождения. А позволяйте себе такое поведение? Я позволяю себе такое поведение, да. Я жду, когда ты меня отшлепаешь плетками. Взрослый человек, Сергей Петрович, взрослый человек. Взрослый человек, завидан молча, да. Аня Сергей Петрович, требования, которые вы услышали, 29 сентября у вас крайний срок. Не решайте финансовые вопросы, у вас есть законные посредства. Хорошо, ладно. Вам удачи с нашими долгами. Компания «Ватбанкир» – специалист отдела досудебного урегулирования. Меня зовут Смирнова, Анастасия Сергеевна. Скажите, пожалуйста, могу я услышать Веру Викторовну? Я не знаю. Подскажите, пожалуйста, вы сим-карты давно этой владеете? Эта сим-карта не владеет, да. А надо недавно владеть? Ну, Вера Викторовна ставила этот номер телефона как свойственный именем нашей компании, и она его подтвердила. Он в Ярославль приезжал, да, оставила телефон. Скажите, пожалуйста, можете предоставить документы на нашу электронную почту info.zobakovabanker.ru, что сим-карта принадлежит вам? А скажи, пожалуйста, ты можешь предоставить мне фотографию сегодня из себя в трусах и в белье? Будь любезно, я тогда предоставлю любую информацию. У тебя сиськи есть? Нормальные? Можно посмотреть? Мужчина, не ставите диалог, всего вам доброго. Все, иди с Богом, Парсик. Оскорблять мне не нужно. Я тебя еще не начинал оскорблять, ты что, я тебе сказал? Алло. Здравствуйте, Александр, здравствуйте. Слушаю тебя, неизвестная женщина. ТМФК займер за судебный отдел, не зовут Перезалина Сергеевна, с разговора записываются. Слушали? Что я должен был услышать? Ну вы же спросили, кто я. Я не спросил, просто знаете, какой-то мобильный номер непонятный. Слушаю, что я хотела. 56-й день, просроченная задолженность, сумма к оплате 25 779 рублей 76 копеек. Как намеренно решать вопрос? Не намеренно, зачем? Я должен был намерен быть. На каком законном основании удерживать? Я только на незаконных основаниях могу удерживать деньги. Красно, работаете? Мне тоже очень нравится, спасибо, что согласились. Работаете где? На работе, работаю, да. На именовании вашего работодателя? Общество с ограниченной ответственностью и работа. Огромное четырехэтажное здание недалеко от моего дома. Так. Ваши работодатели знают о том, что у вас такая... Я не знаю, вы позвоните, скажите им об этом, а то он, наверное, не знает. Ему полседьмого вечера, это так интересно. С радостью, нахуй вас пошлет, конечно. Мы не сотрудничаем с третьими лицами, а вот судебные приставы исполнительные... А, судебные приставы, конечно, позвоните, конечно, пусть позвонят им, он их нахуй пошлет. Нет, они не звонят, они направляют исполнительные лица. Все, отлично, пусть направляют, не смею их задерживать. Вы у меня разрешение спросили, чтобы они направили или нет? Я разрешаю. Да нет, конечно же, Денис Александрович, у вас никто не спрашивает никакого разрешения? А что ж ты тогда позвонил, мне не беспокоишься, полседьмого вечера? Иди мужу щи вари уже, а ты все сидишь, торчишь там в своем кемере. Пребование компании-кредитора 24 часа, либо закрывайте. 24 часа, а потом что, у тебя месяц, наверное, начнут? 25 779 рублей 76 копеек, либо продлевайте. У тебя трубу прорвут, да, я так понимаю? Оплата от вас поступает? Я не знаю, позвоните через 24 часа. У вас уже прошло и так 56 дней, я думаю, что этим достаточно, для того, чтобы зайти в личный кабинет и произвести оплату. А я не хочу это сделать. В Москве на Большой Тольской с кем проживаете? С тобой могу проживать, подъезжай, если у тебя сиськи есть, конечно. Вам было направлено письмо, уведомление еще 25 августа за должность, вы его получили? А его наркоманы скурили у меня еще 2 недели назад, то что? Какие, какое письмо, о чем-то? Вы проверяйте свой почтовый ящик. Да, это что? Наркоманы скурили живо. Чтобы, если они за вас получали такие письма, чтобы лично в руки вам его передавали. А, ну если они получали, скурили его, то что они должны сделать, если они его уже скурили? Я не услышала положительного. Ну, это значит, тебе нужно батарейки в пуховой аппарат купить тогда, наверное, раз ты не услышала. Ожидайте. Нетерпением ожидается. Как от некого наху было посадить. Так и в коллекторское агентство. Отлично, коллектору будем наху посадить, да, с нетерпением в коллекторское агентство. Не знаю, в предприятии. Все, дверь на распадку ждем. Слушай, поедут, пип-ка, пусть захватят три бутылочки. А у нас тут трое с друзьями. Давай, жду с нетерпением. Александр Ильич, а вот скажите, пожалуйста, вот ваше нецензурное брань, не конструктивный диалог, вы думаете, что-то вообще решает? Ну, я вообще не знаю, я пока не понял, что такое конструктивный диалог. Вот ты же не говоришь критерии, а нецензурное брань, слово нахуй тебя стихняет. Ну, хорошо, на мужской половой орган тебя посылают. Ну, вот я говорю, чего вы пытаетесь добиться? Ну, просто для интереса. Вот четыре минуты вы пытаетесь что-то показать, какую-то, что ли, самоуверенность, я, что ли, самоутверждение. Потому что, бабка, вы этим зарабатываете денежные средства? Слушай, бабка, сумасшедший, я не хочу тебе ничего показывать. Я вам еще раз говорю, вы так зарабатываете денежные средства? Ты тебе завиду, да? Завидуй молча, хорошо. Да нет, что вы. Что ты, конечно. Этому уровню я не могу завидовать. А ты завидуй. Только, 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 только Денис Александрович восхищаться. Восхищаться тому, как ваш вычисленный рейт снижается с каждым днем. Отлично. В ближайшее время вам будут приходить одни только от разной. Нетерпения, без этого счастливого момента. Потому что... ...поу, инфу, капустер-деньги. Меня зовут Федорова Наталья Александровна, разговор записывается. Звонок вступил на личный номер. На личный номер, да, я думал, на общественный какой-то... Общественная приемная. ...важная информация. Телефон позовите, пожалуйста. Не, не позову. У меня нет такого желания. Она ушла в общественную приемную. Дальнейшая по данному номеру нам сможет ответить? Дальнейшая вы можете по данному номеру звонить только депутату Дили Пупенко Гибриловичу Гибриловичу. В рамку 230 федерального закона ей все звонки будут продолжаться. В рамку 230 федерального закона вы снова будете ходить на мужской половой орган. Да, это всегда приятно. Вы ей сегодня лично сообщите, то, что информация... Я сегодня ей лично не сообщу, только ей через перевожатого. Курьером секретный пакет передам. Вам спасибо, что добро вас. Будь здоровы, солнышко. Слушай. Да, Почта-банк. Слушай, кто? Анну Максимов, могу слышать? Нет. Вы ее знаете? Может быть. Вы не знаете, знаете вы ее или нет? Я ее знаю или нет, я же вам ответил. То есть вы не знаете Анну Максимову? Я ее знаю или нет, вы совершенно правы. Вы сможете передать, что ей звонили с Почта-банка? Сколько вы платите мне за передачу информации? И сколько вам не платят? Ну, доброе, так же. Он поступает не вам, а клиенту Почта-банка. В этой части вы выбрали телефона. Можно по околу к телефону поступать и не звонить? Мне не сложно. Так вы сможете передать или нет? Если ты мне сейчас 2000 кинешь, я, конечно, смогу. Кидаем телефон. Я с вами на 3 не переходила. Я с тобой никуда не переходил, я по телефону разговариваю. Ты не заметил, да? Да вы видите, корректно. Не хочу, я с тобой корректно насти диалог. Ну и кем приходите? Я и кем-то прихожусь. У тебя нет полномочий это выяснять. Это кто? Звонок поступает из Почта-банка. Анна Максимовна, услышать могу? Я сегодня вас трижды уже на мужской половой орган посылал. Вы что, неужели? Звонок поступает не вам, а мне. Почта-банка. Мне плевать, куда она поступает. Может, хоть в Ковоку позвонить. Счастливого вам пути на мужской половой орган. Анна Максимовна, знаете? У тебя нет полномочий это выяснять. Кошелка дурная. Сто еще раз. Я глухим два раза бедю не сужу. Вы можете говорить более глядно? Я не понимаю, что... Можешь вынуть посторонние предметы из ушей? Будь любезна. У вас связь прерывается. У тебя мозг прерывается. Диалог корректно ведите. Что ж я некорректно веду с тобой диалогу? Ты мне пятый раз за день звонишь, я тебя пятый раз на мужской половой орган посылаю. Анна Максимовна, знаете или нет? У тебя нет полномочий это выяснять. Я пыталась по диалогу с банком. Как нужно подготовиться? Жопу мыть надо для диалога с банком? Скажи, пожалуйста. Через грязный можно разговаривать. Это же на ваше усмотрение. Ну, я не знаю. Ты жопу моешь, когда на работу приходишь? Через грязный приходишь? Банку доставить информацию? Можете ли нет? Я банку доставить информацию? Какую? Это платная услуга. Слушаю, кто вы? Зовут меня Покадашкин Микцел Викторович. Какая-экофинанская редитция? Ты какая-то вялая андатора унылая какая-то. Ты можешь говорить динамичнее? Не могли бы вы представить? Нет, не могу. Вы унылым андатором. Я не представляю. Не, вы подскажите, пожалуйста. Я на каком канале видел? Я не знаю. На первом канале вряд ли. На втором, скорее всего. РТР. Второй, по-моему, другой. Вы не изучали? Нет, не изучал. На каком канале-то найти? Я же не смотрю телевизор, поэтому я не знаю, какой канал. А я вам и не про телевизор. Я вам про разные видеоплатформы. А, вы про разные видеоплатформы. Я понял. Видишь, как оживился сразу. Как только про каналы какие-то, платформы начал говорить? Сразу. У тебя, видимо, какая-то с каналом, да? Ты заднеприводный, что ли? У тебя аналоги какие-то? Я не задумывался об этом. Если у вас появляются такие мысли при разговоре с мужчинами, мне кажется, вам стоит обратиться к некой заведению. Ну, что ты противный, ладно, ну что ты. Если ты так, это не надо, сладенький. Мне твои фантазии рассказывают. Рассказывай своим половым партнёрам. Я не по этим делам. А по каким вы делам? Ой, по разным. Я сейчас тебе перечислять буду долго. Вы так до конца не представились. Я не представился? Я Вальдемар Антиколлектор. Найди на нашем канале. Можешь найти на моём. Ты что? Ты не знаешь? Слушай, да, я пошла такая пьянка. Куда вы дели Танечку Перевалу? Давно не звонила она. Раньше звонила, звонила. Давно вы на ютубе. Да уж год, наверное. Что-то по Татьяне соскучить. Вообще, слушай, Дарья Сергеевна её уж больно любит. А она что-то не звонила ей. Дарья Сергеевна это кто у нас? Дарья Сергеевна это известный. Которая тушка какая-то там не важна, да? Нет, колотушка это Ольга Николаевна. Ты вплутаешь антиколлекторов. Не надо, не надо. Ну я уж не разбираюсь. По-моему, с Дарьей и я общался. Ну вот, колотушка это Ольга Николаевна. А Дарья Сергеевна это антиколлектор другой. А я вот, Дарья Сергеевна. Я, по-моему, с ней общался, с Дарьей Сергеевны. Вот Дарья Сергеевна любит очень Танечку, Перевал. А вы что-то давно её спрятали, куда-то замочили, что ли вы её? Не могу понять. Что же у вас такая нелюбовь-то к людям, что... Да что, я наоборот люблю личные предпочтения, но потом... Особенно, они же меня веселят, ты что? Знаете, что веселит? Давай, ладно, я домой пришёл, мне неинтересен ты будешь. Алло. Слушаю вас. Компания «Блафинансы» Русалис Дапунова Виктория Валерьевна ведётся за... Кристину Айковну к телефону позовите, пожалуйста. Нет, не позову. Она в горы ушла. Почему? Так, а вы и кем приходите? А я и прихожусь к клубам путешественников. Знаете, такая... Мире животных. Нет, не знаю. Машина, вы не говорите, у меня не настроены, передавайте интерфаксию. Знаете, ты перезвонишь. Ещё, ещё. А, люди не должны будут показать, что лично. айков но необходимо слушать кому это необходимо меня зовут всем на любую васильевна разговор записывается о к ф да мне плевать как я зовут кому это необходимо а почему так не парик начать мкк макро звоним и вообще насрать потому что мне захотелось тебе ответить звонит телефон я снял трубку поговорю с тобой а если я владелец какой-то тезакон опять не нарушаю будь любезна связи да то есть там прямо указано что я не могу платить телефон и не правильно я понял я думаю что мы не знакомы с вами поэтому давайте как бы на вы общаться нет не будем не отказывайте в твои просьбы обойдешься давайте перезвоню если настроен сейчас разговор может нахуй пойти не настроена может нахуй пойти а затем разговор вас не пугать сходи нахуй настрой и еще раз я ее подставляю прямо и влево нет я пардон пардон пардоните пардоните да по поводу вашей задолженности звонила что с ней не так да с ним кстати выбрали так что с ней не так не оплачивайте ее а я думаю случилось чего ну случилось как нет оплачивай когда намеренно так никогда же я же говорил что я глухим не служу два раза обедню а глухим не служу не говорите два раза а не глухой я слышал просто еще раз повторить оно что ты спрашиваешь тогда захотел то ну бывает мне не надо своих желаниях рассказывать мне это неинтересно ну ты спросил я ответил ну все у тебя все всего добра нет не все когда отплачивать намеренно еще раз вопрос задаю я с тебя ответил уже ты глухенький или тупенький и не глухенький и не тупенький тупенький думают и походу да может быть умные люди займы не берут умные люди берут займах увыряют вас то что-то серьезно и прикинь ничего себе я тут хотел еще альтко предложить этому вас лица так давно предложил конечно бы предложил вас мысль смысл есть смысл есть тебе же виднее тебе виднее ты себя лучше знаешь документ зачем я платить не собираюсь а не собираешься по день хочу делать будешь в данный момент чай наливаю это потом жопу или грязный можно с тобой разговорить я же не знаю грязный и там курятник курятник сзади заткни тогда слышать будешь курятник у тебя дома у тебя все всего доброго у меня не все подожди она подожди давай жду 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 ждешь я шла жди еще где еще кого жать курятник затыкаешь все подождал могу говорить да мне наставать может и говорить или нет так логопед твоему вопрос а твоя мамка не учила как-то нельзя брать займы у тебя мамонтенок что это мамонтенок мама потерял детстве но бывает такое не терял ты походу потерял раз займы берешь эти растения воспитывали меня твоя мама воспитать у него рот был понимаешь поэтому я нечего воспитаю услышал меня приезжай воспитаем меня где где-то с плеткой приезжая меня а вот это а мне нужно приехать в рот пихнуть да нет плетку возьми кожаной или разок или разок обоставьте давай ты не интересный у тебя не тоже в рот пихнуть и так далее у тебя то есть ты место эпидемистические желания не рассказывай мне это не интересно это не мои желания да да соскучился у нас я хотел один вопрос но это в городе у тебя лерон мерлене время его знают я не знаю что ли не вы есть там погибся картоном предыща скоро пихнуть я ага все жду с нетерпением тебя есть не пихнешь туда давай ожидая 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 чё ты подъехал что ли алло хеллоу мэй брата мой брат а ты кто ты ошиблась что ли заблудилась привет дэнис привет чурка поцелуй мой пенис что ты хочешь чурка ёбаная поцелуй поцелуй мой пенис подъезжай подъезжая поцелуй мой пенис твою маму и маму ой мой антенок потерял мою твою маму отлично и как тебе понравилось очень я не езды забыл шикарин ну давай всего тебе хорошего я тебя жду я бы хотел я бы хотел я бы хотел я очень бы хотел дать врать твою жене а чтоб ты ее поцеловал я в разуме я ебал твою маму денис а вот по другим словам по названию поцелуй вечерком звание микрофинансовая компания в банкер козлова екатерина андреевна финансовый консультант а виктор александровна могу слышать зачем он тебе нужен мужчина виктор александровна могу услышать я тебе уже ответил зачем она тебе нужна но мы с вами на это не переходили я никуда с тобой не переходили по телефону говорим кем приходите сектор александровна тебя нет полномочий это выяснить на звонок то поступает на ее личный номер от компании веб-банкир и ничего вы на диалог настраиваете вектор александровне передавать информацию можно разговаривать с компанией веб-банкир связано компанией это не нужно вообще не интересного не жук линкан где нужна жена 35 президент сша какой-то наверное имею а можно вот вот поконкретнее вы все это вам приятно очень приятно с вами общаться ну как приятно такая престижный организатор ко мне господин по традиции или мой султан вы как человек ну не так царю подаете не сказать не соблаговолить или вы будете ли вы столь сказочной любезны передать эту нижайшую просьбу не могу посморить такую сложную фразу к сожалению да на передачи пожалуйста да понятно да я это сказал что в ее интересах да 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 я понял понял да но его нет вы обратите ко мне еще раз как следует тогда может быть я передам пусть требует что ты хочешь солнышко вы сегодня оплатите 8000 рублей нет я не оплачу 8000 рублей вы должны понимать что общество долговости сейчас увеличивается с каждым днем отлично мне очень нравится вы увидите пожалуйста побыстрее вы заинтересован в переплате? Iya да да у меня тумбочка не закрывается у меня мешки не знаю куда с деньгами складывать если вы готовы продолжать конструктивный диалог давайте решать если ты мне скажешь что это был конструктивный диалог назовете претеррии то я готов продолжить это кота у нас наших разговора по поводу соглашpm а мне что то какое бы что trucco к должности у меня мешки с деньгами кличко давать не знаю куда он готов тебе больше заплатить я думаю нам конкретно не в следующий раз я обращаюсь Здравствуйте, звонок из Сокумбанка. Что ты хочешь? Меня зовут Сергей Сергеевич. Я звоню в отношении Светланы Андреевны. Пожалуйста, кто она вам, родственница или знакомая? Она мне кто-то. Знакомая? Родственница, знакомая. Понял. Она случайно нереальна сейчас? Случайно нет. Тогда сообщите, пожалуйста. Не, не сообщу. Вам трудно? Трудно очень. Это такая тяжелая информация. Я не смогу ее запомнить. Это ее номер, правильно? Я не знаю. Лего доброго, молодец. И теперь все хорошо. Компания «Эверест», пригласите к телефону, Викторовна. Это мясокомбинат «Солнышко». Вы, наверное, номер машинули. Компания «Эверест», инспектор Сусова Оксана Ивановна. В детстве разговора. Так, хорошо, это ваш сотрудник? Оксаночка, ты что-то борзенькое слишком спрашиваешь. Настраивайтесь на общение, принимайте следующий звонок. Хуй пошла, «Солнышко» будет. Добрый день. Слушаю. Алло. 4-й день, 5 кредит. Одезу с Каневым, Тресненская, Наталья Валерьевна. Могу Викторию Александровну услышать? Нет. Можете по голосу услышать, но сейчас ее нет. Я по голосу услышу, тут точно не она. Слышно, да? Ну, ладно, отлично. Конечно, конечно. Как вам можно обратиться? Не знаю, может обосситься ко мне, мой султан. Ох, здорово. Я оценила ваше чувство юмора, а если так вот наполнить? Юмор. Серьезно, выговори, да? Я оценила. Чувство юмора, да. А так, на самом деле, Виктория Александровна где-то поблизости, рядом она, болеет, в больнице. Не рядом, да, она прячется. Ты что, такая страшная, что она спряталась. Когда можно ее услышать? Ну, попробуем услышать ее никогда. Никогда. Она жива-здорова? Да вроде да. С утра была жива-здорова. Хорошо покушала, нормально покакала. Все нормально, все хорошо. Ну, вот эта подробность не особо интересна. Не особо интересна. Как у нее дела, я тебе спрашиваю, отвечаю. Вы родственник ее? Я уходственник, родственник. Родственник, очень хорошо. Мне тоже это нравится, очень нравится. Очень хорошо. Передайте, пожалуйста, пусть перезвонит. Нет, это классная услуга. На горячей линии. Отважайте, пожалуйста, на телефон, я тебе передам, конечно. Что сделать? Я глухим, не служу два раза обеднюю. Выньте посторонние предметы из ушей. Ой, как красиво, вы общаетесь. Мне тоже очень нравится. Спасибо, что оценили, да-да-да. Я вас услышала. Все, вам хорошо, будьте здоровы. Мы ожидаем, это дело в банках. Да, 2000 рублей я ожидаю на телефон, да, и передам обязательно. Что же вы хотите? Еще раз. Что хотите, говорю. Да, хотел бы, чтобы вы долг свой вернули, если есть такая возможность. А, ну, это вы слишком многого хотите, вы что, ну. Плохо слышно, повторите, пожалуйста. Я говорю, слишком многого вы хотите. А, слишком много вы хотите. Скажите, пожалуйста, вам когда вы спали, в жопу сували? Ну, мне ваши фантазии не интересны, что с вами делали. Нет, вы бы могли ответить на мой вопрос, вы хайлон или гребень? Может, вы гнилой человек? Я не знаю ни то, ни другого значения слова. Расшифруйте, пожалуйста. Нет, вы, наверное, скажи, все поберушка. Очень может быть. Вы крайне, вы просто дедушка, ясен хуй. Крайне, конечно, что вы могли не материться, пожалуйста, у вас минус 5% будет штрафа. А, минус 5, хорошо. Могли ты не материться, пожалуйста, у меня наматная аллергия. Я подумал с вашим предложением. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у вас высотлевые фуфи? Я не знаю, ну. Ну, может, 6. А вот курятник у вас там, ты у них спроси, кто они, нахуй, это, сам предстоит голосование. Я след за курятником, мы на зоне сидим. А, отлично. Ты пич. Мне вам завидовать или аплодировать, я не понял. Можете поцеловать на бок мой, в принципе. Я не знаю, ты там обратись к кому-нибудь из твоих сокамерников с таким вопросом. Нет, я бы хотел, чтобы это делали вы, балабою, 6-й, еще я очкою на вас духа. Отлично, подъезжайте, адрес регистрации знаете. Компания МБА финансов, специалист Галина Татьяна Владимировна, ведется запись разговора. Скажите, Мария Николаевна, а кому вам? Очень может быть. Так, очень может быть или нет? Очень может быть, нет. Нет, совсем так. В общем, понятно, не готова к диалогу, перезвоним вам, до свидания. Ничего себе, от этой бабушки я сен хуй. Здравствуйте. Здравствуйте, вы кто? Компания ОКФ, меня зовут Куванова Альбрината, но я подседаю разговором. Желание по причине в Джеймани, скажите, Денис Александрович. Денис Александрович, перед вами, да, слушаю вас. От организации Джеймани за должность у вас в размере 60 на 120 рублей. Сумма будет актуальна с 29 сентября. Текущая просрочка 73 дня, все продукты и элементы. По требованию кредитора необходимо, чтобы оплата поступила до 30 числа. Скажите, гарантируется ли оплата подбираться изговора? А кому это необходимо и как гарантировать нужно? Необходимо Джеймани оплачивается через личный кабинет, как и... А, ну если Джеймани необходим, так пусть оно и оплачивает, у меня здесь при чем? Денис Александрович, у вас долг, вы что-то к себе ведете? Как я себя вижу? Что за некорректный разговор какой-то? Какой некорректный разговор, вроде бы, никуда не попал. Вы денежные средства занимали организацию Джеймани. Пора возвращать. День 3 дня по срочку у вас уже. Просрочка 73 дня. А, да бог, а вы даже не мешает. Вы понимаете, что требует кредитор, чтобы оплата поступила 30 числа? Угу. Ну, информацию вы принимаете? Воспринимаю. Поступает я оплата или нет? Я сказал, что нет. Ты глухенькая или тупенькая? Вы так со мной не разговариваете. Понятно вам? Вы изначально не корректны. Я ответа точного не давали точно. Ожидайте последующий звонков. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»